Какие существуют преимущества поста? Пост — это практика, бывшая обычным делом для множества людей, как и в прежние времена, так и сегодня. Сегодня многие воздерживаются от пищи, возможно, позволяя себе только пить. Но в посте есть и духовный смысл. Люди не просто лишают себя еды на день или на два. Они хотят увидеть больше. Я не стану подробно останавливаться на правилах поста. Я бы хотел посмотреть несколько библейских высказываний, которые вдохновляют нас поститься. Первое, что я должен заметить, это то, что пост полезен для каждого христианина. Например, мы видим в Ветхом Завете, как Даниил и другие юноши регулярно постились. В Новом Завете также мы читаем, что Иисус и его ученики тоже постились регулярно. Они все постились целью приблизиться к Богу. Цель поста в том, чтобы расставить приоритеты, чтобы войти в Божие присутствие, а не только получить ответ на наш вопрос или решение нашей проблемы. «Важно искать лица Бога. Взыщите Меня и найдете», пишет пророк Еремия. «Если взыщете Меня всем своим сердцем, ищите Бога всем своим сердцем». То есть мы постимся, лишаем себя чего-то ради того, чтобы искать Божьего лица. Когда Иисус призывал своих учеников, как говорит Слово, Он сначала позвал их идти за Ним, лишь потом повелел им что-то делать. То есть важнее всего именно быть с Богом, проникнуться Его присутствием, чтобы Он коснулся нас, встретиться с Ним, наслаждаться Его присутствием. Так что пост — не просто благоприятное время качественного общения с Господом, но и время, приносящее пользу. Вы никогда не потеряете время, если будете проводить его с Богом. Это время не потраченное, но наоборот приобретенное. «Кто жаждет, — говорит Иисус, — приходи ко Мне и пей». Пост также призван вызвать в нас эту жажду по Богу. Например, если вы потеряли вашу первую любовь к Богу, ваш огонь погас, пропала мотивация, то пост поможет вам вновь все это обрести. В посте вы откладываете ежедневные радости и привычки, отказываетесь от чего-то, чтобы найти то, что потеряли. Еще один элемент в посте, который особенно подчеркивается в Библии, — это то, что постом мы не можем заставить Бога сделать что-то. Например, мы лишим себя пищи, и тогда Бог обязан ответить «это так не работает». Библия подчеркивает другой аспект. Она говорит, что намного важнее смирение. Смирить себя, свою душу, всю свою жизнь. В Божьем Слове прямо говорится, что это действие должно быть добровольным и личным. В 13 стихе 34-го псалма написано «Изнурял постом душу мою». Там говорится о празднике Йом-Кипур и о посте в этот праздник. В день поста вы смиряете себя, свою душу. К тому же вспомним слова Петра и Иакова. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». В жизни каждого из нас бывали такие моменты, когда проявлялись наша гордость, самоправедность, превозношение и жестокосердие. Пост позволяет разобраться со всем этим, одержать победу. Смиряя себя, мы находим Божью милость и благодать. Пост также может высветить необходимость в очищении. Это как будто вы заходите в темную комнату и включаете мощную лампу. Вы видите всю пыль, летающую в воздухе. Вы видите всю грязь и мусор, что никогда раньше не замечали. Во время поста нужно полностью отдать свое сердце Духу Святому, чтобы Он мог действовать и очистить нас от всего, что нас обременяет, что не нравится Богу и от чего Он хотел бы нас освободить. Во время поста мы нуждаемся в покаянии, которое ведет к очищению и освящению, чтобы мы были угодны Господу, как написано в Слове. Итак, время поста — это отказ от поверхностного восприятия и безразличия, борьба с недостатком любви и сострадания. Вот что это такое. Мы проходим очищение и можем найти истинные ценности, заново открыть для себя настоящий вкус жизни, как Бог и предназначил для каждого из нас с самого начала. Еще один аспект пользы поста в том, что мы нуждаемся в победах. Я помню, как-то мы с командой постились неделю в рамках одного большого собрания. С нами был один человек. На третий или на четвертый день поста он буквально взорвался. Он позвонил мне и попросил быстро прийти, потому что у него изнутри поднялся такой сильный плач, такое сострадание. Он громко рыдал, весь в слезах. Это было. Этот человек был освобожден от его тайной проблемы, которую он скрывал. И боролся с ней уже не один год. Даже его жена не понимала, что происходит с ее мужем. Она ничего не подозревала. Но она чувствовала, что с ним что-то не в порядке. Ему было стыдно из-за его зависимости. И как раз во время этого поста он был освобожден от нее. А вот как это прекрасно. Потому что плоть ослабела, и дух смог действовать. Только послушайте, что написано в книге Исаии. 58 главе, 6 стихе. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ермо». Пост — это время избавления. Бог всегда действует в ответ на молитву, если мы обращаемся к Нему и ищем Его лица всем сердцем, изо всех сил и со всей нашей решимостью. Я должен заметить, это правда работает. Во время поста также можно получить свое личное чудо и личные ответы. Я не могу забыть время в конце той недели, когда мы постились с церковью. В конце поста у нас было собрание. Мы принимали святое причастие в тишине и благоговении. И вот тогда-то я четко услышал голос Бога. Он сказал, «Теперь ты можешь спрашивать, и я отвечу». Я задал Богу один очень сложный, но очень важный для меня вопрос. Чисто по-человечески говорить об этом было довольно сложным. «И Бог ответил на мою молитву». Пост — это время для личных вопросов и ответов. Время для чудесного вмешательства Господа в нашу жизнь. Вам нужно чудо? Наш Бог — это Бог чудес. Некоторые узлы можно распутать с только постом и молитвой. Иисус сказал, что род сей изгоняется постом и молитвой. Вас ожидают чудеса, предназначенные для вас. Вам нужно прийти и взять их. Также во время поста и молитвы Бог начинает особенно действовать. Конечно, это все на ваше усмотрение. Это не приказ или повеление. Это то, что делали мужи Божии, и можем делать мы, чтобы заново открыть для себя сверхъестественную жизнь в Божьей милости и благодати. Но я настоятельно рекомендую вам пережить это, чтобы получить свой личный опыт, который не сравним ни с чем. Если хотите им поделиться, можете позвонить или написать нам. Мы обязательно прочитаем ваши письма. Да благословит вас Господь. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова